Евангелие от Матфея, 6 глава, 75 стих. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, ежели пропоет петух, трижды трещешься от меня, и, видя вон, плакал горько». Даже самое, можно сказать, не знающее в Писании, люди вот это слышали, что в пасхальные дни считаются, что Петр отрекся. Вот это-то уж известно. А ведь главное-то не в этом, что только отрекся-то, да, совсем не в этом. Тут написано слово «вспомнил». Это как надо было так? Все забыть? Христос постоянно им говорил, мы восходим в Иерусалим, и вот Сын Человеческий будет предан, и распнут Его в третий день воскрес, и все начисто, вымело им в голове, ничего нету. Проходит день-два, Христа берут, и вот тут только Его пробило, вспомнил. Это же Господь же говорил, а петухер вспомнил-то. Они многое забыли, забыли о Духе Святом намертво. И это мы увидим дальше, когда Петр придет, после Дня Пятидесятницы, где он тоже был в Сеонской горнице, в будущем исполнении Духа Святого. И он все еще Божьим обетованием служит до своего, старо-иудейского. Только евреям, Бог евреев. Бог любит евреев. Евреям ни с кем молиться нельзя, и самарянка это знала. Самарянка ничего про евреев не знала, знала, что им сильно молиться нельзя. Это главное достоинство было. Они по всему миру распространили мысль, что евреям ни с кем нельзя молиться. Это самое главное. Нельзя молиться. А ведь главное это назначение еврея было в том, чтобы закваской быть мира, вознестить истину о Боге и Егоре, чтобы люди отвергли седолов. Я похожу к концу своей жизни и определенно скажу, что вот 46 лет занимаюсь в Библии. Это не два дня. И вот когда слышу, что читают на какие-то праздники, вот читали сегодня деяния апостолов, я всегда удивляюсь, что люди, которые назначали, что читать на этот день, видно, они были знатоки в Писании, как удачно подобранные места. Почему дальше-то это не пошло все? Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто? Ну то есть любой. Почему все судили? О, это апостол сказал, идите проповедовать, а Христос это апостолам сказал. Или нет, это апостолам. Да не апостолам. Всему миру. Кто жаждет? Ну кто жаждет? Значит, поп жаждет, а я не жажду. Она не жаждет, ребенок не жаждет. Христос сказал в храме, к народу, не к попам. Кто жаждет? Иди ко мне, ко Христу, не к попам. Не к архиереям. Все переменил, а архиерея сказал, и пископ запретил. Христа-то нет совсем. Иди ко мне и пей. Что пей? Это не колодец Томарянский. Там Христос ничего не подавал. Чего же народу-то не сказать, что вспомнил? Нельзя вспомнить то, чего не знал. Есть в народе пословица юморная такая. Труднее всего вспоминать, что не знал да забыл. А чего тут вспомнишь, когда ничего не было-то? Вы хотите убедиться? Подойдите к любому храму, люди выходят из-за того, ходят в храм всю жизнь. И не знают ничего про это. Про что я сейчас говорю? Не знают. Троица, вот это, знаете, трава, веточки и прочее. Наверное, вербочки там, цветочки не надо украсить. Это чистое языческое понимание о Боге. Бог это святость. Бог это любовь. Он дал нам жизнь. Мы могли не завестись. И родить ему троги матери даже нас не было бы. Дал жизнь, чтобы мы пришли в вечность. Человек вечен, он бессмертен. Смерть это только ступенька, переход через порог в другую жизнь. А Петр все добыл. А мы не знаем, скажем, наше положение хуже Петра намного. Вот читали сейчас Деяния Апостола. И перечисляется. Крестьяне, аравитяне. Это где люди, откуда пришли? И говорит, прозелиты. А спросите, кто такие прозелиты? Да ведь никто не объясняется. Прозелитизм означает проковедь. То есть патриарх Алексей все время говорит, что мы не согласны, что католики занимаются прозелитизмом на нашей канонической территории. Это его выражение. То есть проковедь. Прозелиты, те, которые обратились от проковеди, пришли. Никогда не слышали и пришли. Где свои прозелиты? Ну, не сегодня, вчера, может быть, было. Мы должны быть окружены прозелитами. И что? И они стали тогда слушать, что священник считает длинную молитву, ничего подобного. И все стали славить Бога. И слышали их, говорящих о великих делах Божьих. Явление Духа Святого в том, что стали, а кто сие говорящие? У них можно было все отнять. А просто это говорящие. А у нас церковь православная, кто такая? Великая молчальница. Ее так и называли. Великая молчальница. Да еще есть такой затворник, молчальник. Это не незнание Слова Божия. Это умышленное извращение Слова Божия. Это крылья смерти, тьмы, ада, распростерность над землей во тьме. Дух Святой сразу наполнил уста. И слышали всех, откуда пришел? Там Алтайский, Кемеровский, перечисляли там, смотри сколько. И все говорили, они не слушали. Почему? А чего слушать? Так говоря, Бог у меня уже сказал. Бог каждому вложил сердце. Они не знали, вдруг начали говорить, как вчера считали, Елдат и Мадат не пришли. Двое встали. И те начали пророчествовать. И как встали, ходатайствовали. А они за нами не ходят, запрети им. Ты о моей славе ревнуешь? Ты, может, о православной церкви ревнуешь так? Мне обвинение, что я употребляю сейчас по слову старообрядцев. Мне вновь не надо давать. Мне что положено на сердце, то я говорю. Учителя говорят, мы все время против учителей. Патриархийные говорят, мы все время против патриархийных. А уж про коммунистов не надо. Я их на каждом шагу упадаю. И масоны, и евреи говорят, и мусульмане. Почему я ни с кем не советуюсь? Я дома на коленях у Бога прошу, что сказать? И слово старообрядчество, это не какая-то группа людей, это в нас. Привычка держать за устаревшее, за законническое, за плотское. А не то, что какая-то группа людей, где-то она собирается. Я не это имею в виду-то даже. Не надо переживать белокремительским или дитинским, где собирается людей, или древних православных, или беспокофных. Я говорю о том, что нет света евангельского. Нигде не написано, подвязайтесь за веру новообрядческую, старообрядческую, а подвязайтесь за веру евангельскую. В данном-то, случайно, стектанты намного правее нас. Они не церковь, все обидатели чего. Они прямо берут из Евангелия. Они не понимают много, извращают. Но они берут из Евангелия. И им есть что вспоминать. Нам не отрицать надо, а доброе брать. А мне сегодня, смотри, вот я артист проповедовал. Он не поминал старообрядка. Ты знаешь, что в его жизни артисты? Это радио проповедник комментаторов. Он никому вообще не принадлежал. Его задача была возвестить людям живое евангелье. Он конкретно не надо мной душой не трудился в этой жизни. Ты что сравниваешь с этим? Я задаю вопрос, а за что порок Илью Петова Исаию перепилили? Он всех назвал садовскими договорскими. А что севернее было? Ты молись, считай, слово Божие думаешь. За слово, за язык притянули его. И если мы сегодня услышали, иди ко мне и пей, и что? У каждого слушающего и щелева, и щелева, то есть с языка, потекут реки воды живой. И ты сразу подумай, я источаю эти реки воды живой. По телефону или в письме от тебя везде будет эта река живой евангельской силы. Духа Святого. Или нет этого? Цел день поработал, провозился, ты хороший работник, замечательный, стахановец. Но Евангелие должны рядом с стахановским пьяницей услышать от тебя. Если этого нет, значит ты воды сам не испил. Есть такое выражение, говорит, чтобы реки воды живой текли, надо моря пить. И поэтому любая наша встреча с кем-то из ближайей всегда должна заканчивать. Я вот что ты сегодня читал? Господи, я сейчас услышал, что сегодня читал это? А Евангелие занимав с мучкой, мы кое-то учили. Благословен Господь. Я услышал знаемое, и они обратили на это внимание, я сразу упадил в себя. Я обратился в Латвию. Я сразу начал изучать, еще не по Латвию, только границу пересек, и стал прислушать таких речей. И изучать в первый день пошел, первое, что я купила, что в кармане 6 рублей, учебник латышского языка. Мне нужно его знать. И мне сразу же подарили на латышском манюте вот такие маленькие, в три пальца шириной и длиной, картоночки, на которых отдельные места. И Ахов 4,4. Я знаю и учил язык, и одновременно польза для души. Вы детей вооружите этими маленькими, картоночками, по одному стиху давайте им. Вы не пожалеете, дети вас будут любить. Дети будут послушные. Дети будут смиренные. Они будут говорящими. Где Дух Святой, там реки воды живут. Притом эта речь идет не о священниках, а о всех, кто был в храме. Нельзя вспомнить, чего ты не слышишь. Люди, оказавшиеся за рубежом, за рубежей церковью, они не должны вспомнить то, что в Руси им не преподавалось. Поэтому так легко стали рассеиваться. Люди, которые слышат евангельское слово, если душа живая, они ухватываются за него. Но если он знает истину, он даже толкование евангельское, сектантское, он тратил, разобьется счастье и покажет, в чем они виноваты. Это его знать надо. И почему написано, получается, день и ночь. И вот тогда будешь, как дерево при потопах вод. Вот она вода, которая орошается. Лука, 24,8. И вспомнили они слово его о воскресении, о страдании. Вы знаете, что память людей, она очень ограниченная. И поэтому ее все время надо будить. Некоторые не знают, сколько живет человечество. Вот секунда, раз, два, три. Если человеку жизнь 70 лет, то за 70 лет человеку надо вот так отсчитать 2,5 миллиарда секунд. Запомните, две двойки. Все запятую. Но каждые секунды должна нести в себе информацию о Христе. Поиск Христа. А нашел прославить Его. Если ты этого не знал, до сегодняшнего, тебе вспоминать было нечего. Но когда я тебе сказал, что одна секунда может решающий уровень играть. Спаси. Успел сказать. Прости. А если не знаешь ничего. Христиан выводили на арену цирка. И они поднимали один перс. Ни два, ни три. И кричали, Крисус Рогна. А вокруг, на стадионе, как сейчас, во время игры в футбол. Тысячи. И верят все по-разному. Экуменизм. Пятьсот божеств в римском пантеоне. А христиане поднимали перс и показывали один Бог в мире. И это означает, что Христос царствует. У мусульман Аллах Акбар. Они идут в бой. Дома везде Аллах Акбар. Это Аллах Велик. А это означает, что Христос царствует. Запомните эту фразу. Христос царствует. Все устремляет. Он царствует где? Здесь. На арене, где львы рычат. Вспомните это. И Петр вспомнил. Я хочу вам что-то заложить туда и пробудить то, что, может быть, подзабыли уже. Иоанн 2.22. Сначала про луку за 4.8. Они вспомнили. Один миллиард мусульман не могут вспомнить, что Христос умер. Они говорят, он не умер. Он живем взят на небо. Это какое задолжение. А раз не умер, значит, он во грехах. Павел говорит, что Христос не воскрес, то мы еще во грехах, проповедь наша тщетна. А он не мог воскреснуть, потому что не было раз. Сначала надо было его убить. А раз он не воскрес, страданиями своими у нас не искупил. И, значит, никакого двухосвятого мусульмана и быть не может. Это пасхи люди. Они строго держатся своего закона. Один миллиард людей на земле в мусульмане, которые не вспомнили. Один миллиард буддистов еще не вспомнили, им никто не дает. Им нечего вспоминать. Какое огромное поприще перед нами. И православные-то не знают этого. Поэтому как можно сказать, что я старый, я не нужен, я больной. Ты как раз и нужен своим опытом. Ближним, другим. Вы когда дома остаетесь одним, кто-то начинает кого-то обсуждать. Не позволяйте это. Давайте Евангелие почитаем. Мы уже все друг друга обсудили. Многие друг другу ни разу не умыли, а косточки перемыли на нечетки раз. Ну давайте посчитаем. Как Дух Святой все-таки приобретается? Меня очень удивляет, как Серафим Савовский, монах, мог дойти до той мысли, что главная цель жизни – стяжание Духа Святого. Стяжание, приобретение, умножение. Может, он и не говорил этот кого-то, может, ему и приписывать, я не знаю. Но я беру так, как сказано. А это самое главное. Потому что то, что я принял Христа, что я уверовал, что я живу во Христе, это все ведет к Духу Святому. Дух Святой – это завершающая стадия. И в конце Библия заканчивается, и написано, и Дух, и невеста говорят – приди. И дальше – кто жаждет – приди ко мне и пей. Этим заканчивается великая книга, книг Библия. Вы вспомните это. Иоанн 2.22. Когда он воскрес из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это. И поверили Писанию и Слову, которое сказал Господь. Надо вспомнить и Слову этому поверить. Вот занимайтесь дома с детишками в просторе, пока еще собираются, а ты встань в это время в дверях, так не выпущу на улицу, что мы вчера Мишину читали, последнее слово какое? Вспомнил? Вспомнил, напомнил. Тебя не будет живым. Дети будут вспоминать, они своим детям это передадут. Сделайте Слово Божие говорящим. Дети будут говорящими. В первую очередь ты будешь говорящим. И тебе, знаешь, как легко будет, чтобы дети во двор даже не выходили. Они вспомнили Слово и сразу вспомнили. Выходя на улицу, надо перекреститься. Ни один ребенок, чтобы за порог ноги не ставил, а сказал, отрекается там и всех дел его. Отец, благослови, я пошел на улицу. Чтобы скоро родитель сказал, благослови, а крутывало детей. Благословляющий ада. Из церкви вернулся, а то же самое. Из храма вернулся, из школы вернулся, пошел, три поклона к отцу матери. Благослови. Дух Святой да сохранит тебя. Понимаете, вот так рождается домашняя церковь, говорящая. Деяние 11.16. Тогда вспомнил я Слово Господа, как он говорил. Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. Православная церковь не вспомнила до сегодняшнего дня этого. И это говорит кто? Песок. Уже исполненный Духом Святым в день Пятидесятницы. Пришел, ему надо идти к Корнилию, и Бог зовет. Не пойду, это язычники. Он чисто старовер, еврейский старовер. Потому что там было сказано, не сообщайтесь. И он так все и не сообщается, на крыше стоит, и ждет, когда там ему приготовят лепешки. И в это время с неба сосут. И он все еще отмеряет, уже видение. Он все еще, я чистый, я же другие не знаю. За колеи ешь. Густам и ничто нечистый. Это старовер стопроцентный. На это имя не надо обижать, а в себе его искать, этого старовера. Петр Анастасия старовер был. И чем закончилось? И Бог говорит, не посчитай нечистым. Бог очистил. Зачем тебе нечистоту тянуть? Для чистого все чисто. А для нечистого нет ничего чистого. Он все время везде выискивает нечистоту, чтобы свою чистоту показать. А ее там и нет, ты бы не искал. Чистый человек не нечистоту ищет. А ищет, как показать Христа. Эту великую радость, общение с воскресшим Сыном Божьим. И тогда, говорит, будете крещены Духом Сыном. Он вспомнил это тогда. Сам уже крещен и все забыл. Это состояние вообще необъяснимое. Какую закваску старую можно заложить человека было, что даже Дух Святой его не мог обмолодить. И наконец-то вспомнил. Вобращаются те люди, которые остались. А их не были с Петром. Но ставил приходить. А ты ходил и ел. А с ними молиться нельзя. А ты за столом был. И Петр припоминает слова Христа. К этому добавляет видение. К этому добавляет, что Дух Святой сошел. И те собравшиеся люди смотрят на верхового апостола. Заквоны видать, да. Наверное, все-таки принимают. И Дух Святой не может размолодить старовещеские мозги. Он не может ничего сделать. Потому что тут надо шаг самому сделать. Господи, смотри во мне все равно. Я вчера на эту тему говорил. В обновленной душе рождается это. Отверни от себя это. Где бы не слышалось слова Божьегор, беги. Ко мне приезжал дядя Гоша, фамилия Литых. Из города Камска, Красноярского края. Слепой. Он шесть лет ослеп. Нес. Недо слило с белопотоком. И глаза с песком засыпало. И он раз только понял, где зимки. А у него ничего нет. Он смотрит в дерьма. Один из Геннадий, у Фаскова, он был, когда говорит, я его гранин. Знания не мог определить. У нас не знание нельзя, а он знание. О чем бы я ни заговорил узнать, любую поэру у нас насчитает наизусть. Обновленческое движение, там Пушкина, поэзию. Искусство все знает. И службу знает наизусть, и все жития святых. Почему? И он узнал мою беседу, послушал. И он приехал два раза, приезжал в бокал, чтобы побеседовать. Для меня это потрясение было. Они нас приехали, сопровождающиеся, с вокзала, через линию, через линию перевели. И он опять меня нашел. Жажда неимоверная. Я говорю, как случилось, что дело не было, какая беседа? Я услышал, и я обязательно пойду в клуб какой идет, в клуб, где собирается неверующая. Какой-то вектор знания, общества. Я везде старался попасть. Я каждый раз находил новое. И он все перерабатывал в духовное. И пишет стихи. Кладет в печи, и дом построил себе своими руками. А мы двумя глазами, двумя ушами, вот и головой. И все еще на что-то ссылаемся. Ссылаемся надо на то, Духа Святого потерял или даже не имел. Забыл про Дух Святой. И тогда начало покаяния. Начинать с этого. Бойки, естественно, все, что у тебя есть. На кого-то недовольство. Вот он недовольный был язычниками. Они мешали. Ну и все замкнулся. Сиди на этой крыше. Жди эти лепешки, когда тебя приготовят. Орел Психова раскрыл ему все. Пошел туда. Пошагал. Его ни на машине повезли. Первое Маковейское 10.46. Выслушав эти слова, они поверили им. И не приняли их. Ибо вспомнили о тех великих бедах, которые нанес Дмитрий изрежетянам, жестоко притесняя их. То есть надо вспоминать и беды. Я то вспоминаю и объясняю. Какие нам нанесли коммунисты. Такие беды нанесла сама церковь православная, а не проповеда. Это надо все помнить. А зачем вы вспомнили? Они вспомнили это все. Я и слово Божие беру. Не забывайте это. Наша страна российская получила от Бога столько, сколько не получили полмира, шестая ищая тушь. Говорят, что если бы вся вода в мире исчезла, вся пресная, остался водить только одно озеро Байкал, и все шесть миллиардов людей пили, а там бы не пребывало, просто стояло на этом. На сорок лет водил об этой воды. Самое глубокое в мире озеро пресной воды, полтора километра почти. А как соболя, какие леса, какие кедры, какие заряжи. Все абсолютно Бог дал ему русским людям. Слава тебе Богу. Нет, еще хватали и хватали дальше. Финляндия, Польша, на юг пошли безумие. И Бог отнял все. И смещенника поубивал, храма разрушил. И опять не разумеется, опять то же самое. Вспомните слово Господне. Кто сделал зло, ты не забывай, молись, чтобы опять сюда не попасть. Книга Сераф 13, 12. Не сажай его по правую сторону от себя, чтобы он когда-нибудь не стал домогаться. И ты со скорбью вспомнишь о наставлениях моих. Если человек ворождеет, то остерегайся. Не сажай его около тебя. Много и не доверяй. Рано или поздно тебя спихнет. Вроде бы он сегодня хорошо, но в нем, как медь, ржавеет злоба. А это может обо мне сказано. Это обо мне эта злоба. Понимаете? Сколько рассуждений. Едущие ничего этого не знают. Они понятия даже не имеют. А кто это дает? Дух Святой через Серафа, Мудреца. Это надо все помнить, дирать. Никогда не голосовать за этих извергов, рода человеческого, который Канатин и Патриарх Тихон предал коммунистов. А только прости, Господи, отмой молились, президента избирали, дай хорошего правителя, прожи мирное время, и чтобы хорошие у него были советы, и чтобы отечаяние смерти спас его Бога, но чтобы еще пожить немножко, пропасть, чтобы звучало. Вначале не говорили, но у него жена еврейка, да, еврейка у нового президента? Да он теперь и сам вроде еврей. Не знаю, ну а если так? Так евреи-то нам и Евангелие дали, принесли. Евреи верующие бывают православные. Вы забудьте. Еврей, который не признает Христа, икону славать не будет. У меня снимок, я беру его президенту, икону целую, и два священника стоят. Уже он не еврей? Ну ты по радости хотя бы этому. И скажешь, чьи-то молитвы Бог услышал. А теперь к нему как-то бы подойти и рассказать, чтобы он живой Евангелие знал. Книга Тавит 8.2. Он же, едя, вспомнил слова Рафаила и взял курильницу и положил сердечную рыбу. Когда у нас беда, горе, надо вспоминать о рецепте, который Бог дал. Сегодня много разных писем, там из Оши, вещественные письма, вот пускай речь идет не о двух экземплярах. А сотня тысяч. Почему народ больной? А откуда болезни? Я в Писании нашел только один источник болезни. Грех. За грехом идет болезнь. Из-за того, как многие больны, немало умирает. Людям как говорят, ты болен? Сходи, исповедуйся, причастись. Причастись. А вот наоборот, от этого ты болеешь. Многие больны. И немало умирает. Отчего? Незастойно причащается. А вспомнить о теле Господнем, рассуждать, что он умер за мои грехи. Христос воскрес. Христос вознесся. И Христос дал Духа Святого. И вот о день Пятидесятницы, день воспоминания обо всем этом, Петр забыл. А можно и помолиться, Господи? Пусть Петр за нас помолится там. У него память была слабенькая. А тут вдруг ты пробудил, он вспомнил, что надо идти, благовествовать, жить в любви. И вчерашние не вспоминать его, как будто бы и не было. Этим путем пошли апостолы. Их, и вам бескословности двое нас. Да будем мы истинными последователями Христа, движенными Духом Святым. Аминь. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.